Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский Мукден 1-3 сентября Затишье полное Привезли двух больных, найденных в Гаваляне около Янтая. Один из них раненый, другой, страдавший желудочным расстройством. Оба они пролежали там девять дней, каждый в своем месте, без пищи и воды. Желудочный, безнадежный, а раненый пошел на поправку и уже говорит. Из Ляуяна приехал доктор, захваченный там японцами. Оку очень обласкал его, водил его в оперетку, которую японцы же устроили в саду около башни, а на другой день предложил ему или оставаться в плену, или ехать обратно. Доктор говорит, что в несколько дней японцы навели поразительную чистоту в Ляуяне. Улицы засыпаны, подняты. Словом, Ляуян больше не озеро, а город. Вышел последний номер маньчжурского вестника от 3 сентября. Несколько очень печальных известий. Во-первых, то, что в Порт-Артуре наши стреляют не бездымным порохом, а выделывающимся в самом Порт-Артуре. Это значит, что снаряды или вышли, или на исходе. Без этого крепость, конечно, держаться долго не может. Как бы подтверждением тому служит сегодняшняя телеграмма из Токио, что японцы, воздавая должное мужеству гарнизона, не понимают дальнейшего бесполезного сопротивления. Что станет с остатками нашего флота в случае сдачи? Еще более тоскливое впечатление производит телеграмма из Токио, которая категорически заявляет, что выяснилось окончательно, что мы ни на суше, ни в горах, ни в долинах не можем оказать никакого серьезного сопротивления японцам. Что это? Истина или хвостовство ребенка? Где истина и в ком отсутствует сознание этого истинного положения вещей? И в чем роковой вопрос? В количестве или в качестве? Мучительный вопрос, на который не слышишь ответа. Каждый говорит свое, и в этом собоем его индивидуальное. Оптимизм, пессимизм, желание угодить, попасть в тон, свое собственное и ни на каких фактах, впрочем, не основанное мнение. Факт, несомненный только тот, что мы ничего не знаем. Руководствующиеся общими соображениями говорят, 50-ти миллионный народ, энергичный, годный к войне, все стрелки. Народ, охваченный одной идеей. Наконец, народ на каждого доставленного нами солдатом, могущий успеть выставить 20 таких. Народ, имеющий свои ружейные, сталелитейные, снарядные заводы. Говорят, что у японцев 700-800 тысяч, и верят словам Айямы, который заявляет, что может выставить и полтора, и два миллиона людей. Эти, руководствующиеся общими соображениями, находят подтверждение своим соображениям и в сегодняшних телеграммах, в которых говорится о прекращении приема охотников-добровольцев в ряды японской армии. И как бы в отместку молодые люди в Японии начали лишать себя жизни. И это происходит в таких размерах, что обратило уже на себя всеобщее внимание. Нового ничего нет в этой какой-то всеобщей жажде так или иначе умереть. Эти ужасные атаки людей из армии Оку, дико за могильными голосами ревущих людей и идущих на верную смерть, дают яркую иллюстрацию охватившего нацию настроения. Может быть, это только острое помешательство. Может быть, результат неизбежно безвыходного положения страны, лишенной какой бы то ни было возможности сколько-нибудь правильно прогрессировать. Но, несомненно, что надо быть большими оптимистами. Оптимистами во что бы то ни стало, чтобы утверждать, что японцы не могут выставить больше двухсот-трехсот и в самом крайнем случае четырехсот тысяч солдат. И тем не менее все еще энергично раздаются голоса. Помилуйте, откуда у них? И разве толпа? Это войско? Но мы берем в плен пятнадцатилетних мальчиков. Очевидно, два-три месяца тому назад ничего общего с военным делом не имевших. И мальчики эти, как видно, войско. И у Наполеона в два месяца составлялись целые армии таких войск, победоносных войск, охваченных одной мыслью, одной идеей. И это самое главное. И этого бездушные, безидейные поклонники формы военного искусства понять не могут. В свое время поймут, конечно, и с обычным опломбом, как пробки, вечно выплывающие на поверхность, будут кричать «Помилуйте, это все так ясно было! И кто не понимал этого?» Как-никак, но после нескольких дней упорных слухов о том, что мы окончательно переходим в наступление, опять циркулируют слухи, что японцы зашевелились и что в ближайшем будущем мы очистим Мугден. Мугден – последний город, в котором живет до 300 тысяч жителей, в котором, следовательно, может быть и за большие деньги, но можно найти помещение даже на большую армию. С оставлением Мугдена сзади, там, по линии железной дороги к северу, остаются только станции железной дороги и только железнодорожные постройки. Самая большая станция – Харбин, но и в ней, несмотря на имеющиеся тысячи домов, или, вернее, домиков, их не хватит даже для центральных управлений. Правда, очень энергично строятся нами и казармы для войск, и будет величайшей заслугой со стороны военного инженерного ведомства, если этих казарм успеет выстроить на 300-400 тысяч человек. Здесь опять разделение мнений. Но до зимы мы начнем еще наступательную кампанию. До зимы мы возьмем назад и Мугден, и Ляоян, и Порт-Артур, а, может быть, и Корею. Вы забываете, что наш Балтийский флот идет. И приводятся старые доводы, очень смахивающие на самоутешение, что зима – наша союзница, что японцы не переносят холода и прочее, и прочее. Японцы не переносят холода, – иронически шепчут подрядчики. У меня всю зиму только и работали японцы-каменщики. Поднимет воротник, погреет руки над котелком с углем. Японцам хоть двадцать градусов, так весь день и не сойдет с работы. Можно никогда не кончить разговор об этих общих, но злободневных темах. В обсуждениях их доходит до больших деталей, вплоть до того, что при осаде, например, Владивостока, возможно, что флот наш может быть атакован по льду. Мнения пессимистов раздражают оптимистов. И обратно. Но для выяснения истины, для характеристики настроения, для, возможно, правильной оценки дальнейших событий и наилучшего выхода из них, мнение и тех, и других необходимо знать и прислушиваться к ним. Это уже не мнение отдельных людей, это уже мнение больших партий, и которое из них теперь сильнее, я затруднился бы сказать. Но, несомненно, что оптимисты как будто чувствуют себя немного сконфуженными. Сегодня прибыли сибирские ополченцы для пополнения убыли. Они еще не имеют формы. На вид это уже старые крестьяне, которые там, на родине, месяц восстанавливали свои забытые познания по части военной выправки. Кряхтят, носят куда-то лес, жалуются на пищу и жалуются, что Сибирь теперь очистили от мужиков под метелку. Ну, а если Маньчжурию завоюем? Хорошая сторона, а земля, хлеба вон какие. Не японская же земля, да и набита. Народу здесь, что сельдей в бочке и без нас. Лениво чешется и добавляет. Нет, не радует. Сергей Иванович снаряжается в поход. Готов и уже прощается. А на прощание говорит. Ну, пусть писатель пишет, а читатель пойдет. Пусть писатель оплакивает горести мира, а читатель пусть радуется в этом мире. Пусть писатель не верит, а читатель верит. Потому что, дорогой мой писатель, Вера тем и дорога людям, Что идет она вразрез с разумом. Словом, пусть каждый делает свое дело. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует...